Всем доброго дня! Отдел по инклюзивному образованию продолжает серию вебинаров с экспертами. И сегодня у нас постоянный консультант проектора и перспектива на этой линии по вопросам инклюзивного образования и образования людей с ОВЗ, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права в Самарском гуманитарной академии, также сотрудник Ассоциации Десницы города Самары, юрист Анна Ривкина. Сегодня у нас тема реализации особых условий в системе профессионального образования высшей школы. Этот вебинар был перенесен с 14 декабря. Ведущий вебинар Краснова Мария Михайловна, сотрудник по инклюзивному образованию РОИ «Перспектива». Также я напоминаю, что вебинар сопровождается синхронным переводом на русский жестовый язык, который осуществляет переводчик Наталья Белова. Наталья, добрый день! И вебинар будет выложен на нашем канале YouTube. Обязательно приходите, знакомьтесь, как и с другими вебинарами, которые мы уже провели. Вебинар проходит при поддержке фонда патитинских грантов, благотворительного фонда «Абсолют помощи» и благотворительного фонда «ССС». Также, уважаемые коллеги, напоминаю, что вы можете оставлять ваши вопросы в чат, и Анна по окончании вебинара вернется к вам либо с ответом, если можно сразу ответить на этот вопрос, либо чуть позже уже с какими-то рекомендациями. Итак, Анна, передаю вам слово. Добрый день. Спасибо. Добрый день, коллеги и слушатели. Рада, что сегодня нам удалось с вами встретиться. Хотела сказать, что мы сегодня разбираем тему, которая на самом деле не имеет единого рассмотрения, и есть очень много деталей, тонкостей, с которыми мы сегодня с вами столкнемся и проговорим. Поэтому любые вопросы, действительно, которые будут возникать в процессе нашего общения, вы фиксируете в чате, и по возможности мы проговорим, обсудим их либо в рамках нашей встречи, либо, если будет необходимость, в последующем в рамках индивидуальной коммуникации. Такая возможность у нас тоже будет. На сегодняшний день реализация особых условий, или так называемая реализация идеи инклюзивного образования в профессиональном образовании, как на уровне средних профессиональных образовательных организаций, так и высшей школе, безусловно, в первую очередь опирается на совокупность нормативно-правовых положений. И я как юрист хочу, конечно, отметить именно эту составляющую в первую очередь. Базовыми для нас с вами документами по большому счету выступает Конституция и наше внутреннее законодательство. Но при этом мы помним, что отправная точка реализации идеи инклюзивного образования в нашей стране – это, безусловно, принятие и в последующем ратификация Конвенции о правах инвалидов. Кроме этого, на сегодняшний день у нас действуют два специализированных документа. Один – это Федеральный закон о социальной защите инвалидов, который закрепляет права и гарантии для людей с инвалидностью, в том числе право на получение как раз доступного образования. И второй такой ключевой документ – это Федеральный закон об образовании, который, обратите внимание, как раз появился уже после ратификации Конвенции. И этот документ появился для нас как такой ориентир, как основной методический, я бы даже сказала, инструмент, позволяющий говорить о возможности организации обучения на любых этапах и на любом уровне. Согласно положению Конституции, с которыми вы все знакомы, конечно же, мы говорим о двух принципах – общей доступности и бесплатности образования. И вот эти принципы реализуются как на уровне школьного обучения, так и в последующем на СПО и высшем учебном заведении. Но если в школе реализация сегодня уже, ну, наверное, на 80% в большинстве регионов России выстроена, уже есть специалисты, которые имеют опыт организации такого обучения, есть нормативная база, есть разработанные проектные локальные документы, которые мы можем адаптировать под свою образовательную организацию, то на уровне профессиональных образовательных учреждений, к сожалению, сегодня есть большой пробел. Многие организации не сразу приступили к этой работе. Многие организации приступили к этой работе достаточно поверхностно, да, и не разработали настолько корректные локальные акты, которые позволили работать с людьми различных нозологий, с абитуриентами, с обучающимися в последующем. В связи с чем есть большой перекос. То есть многие учреждения сначала пошли по принципу доступности инфраструктурной и оборудовали санитарные комнаты, оборудовали входные группы, при этом не подумав, а как же, собственно, будет выстроен сам процесс организации обучения. Для ребят, имеющих определенные сложности в передвижении относительно территории, вопрос вроде бы казался решенным. Но для ребят, которые имеют сложности в восприятии информации, в использовании какого-то учебного материала, методических наглядных пособий, да и просто вопрос коммуникации с педагогическим составом, он, к сожалению, не был принят во внимание своевременно. Сейчас все те сложности, с которыми сталкиваются наши обучающиеся, это, как правило, именно процесс адаптации к новым условиям, не инфраструктурным, а скорее коммуникативным и таким с точки зрения восприятия информации. Ну, наверное, будет не секретом, что основная такая модель работы с обучающимися с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья сегодня это так называемое дублирование информации аудиально и визуально. То есть, когда я говорю, на экране у меня представлена презентация. Но я думаю, все вы понимаете, как, наверное, практики, как люди, имеющие определенный уровень обучения, что в профессиональном образовании невозможно все вынести на экран, то есть можно только тезисно отразить какие-то аспекты. Очень многие вещи, особенно если мы говорим о педагогах-практиках, они разбираются в рамках диалогового режима. И вот здесь одна из наших категорий студентов сразу же на 80% отсекается. Очень много нормативных источников с точки зрения, например, юридического образования, которые постоянно меняются, трансформируются. И все их перевести в шрифт Брайля невозможно. Как, собственно, и аудиально начитать все учебные пособия по всем учебным дисциплинам, тоже достаточно проблематично. Именно поэтому сегодня обучающиеся граничными возможностями и ребят с инвалидностью сталкиваются со сложностями в методическом обеспечении, со сложностями в поиске того материала, с использованием которого они смогли бы качественно подготовиться к итоговой и промежуточной аттестации. Наш федеральный закон о социальной защите в статье 19 говорит о том, что поддержка на сегодняшний день осуществляется на уровне профессионального образования и профессионального обучения. И в первую очередь здесь реализуется принцип равенства с другими обучающимися. Во вторую очередь, безусловно, образование направлено на развитие каких-то личностных компетенций, индивидуальных способностей и должно учитывать особенности и возможности обучения, но и также должно предусматривать интеграцию в общество. Когда мы говорим об обучении ребят с инвалидностью, безусловно, мы вспоминаем об адаптированных образовательных программах. Идеальный, конечно, вариант – это разработка индивидуальной программы обучения, разработка индивидуального образовательного маршрута, который позволяет скорректировать траекторию обучения с учетом трансформации учебного плана, с учетом адаптации каких-то дисциплин и модулей и с учетом применения особых условий по аттестации. Но современные образовательные стандарты достаточно строги и предусматривают аттестацию по компетенции, по тем навыкам, по тем способностям, которые были сформированы в процессе обучения. Сегодня, работая с ребятами, как имеющими определенные особенности развития, так и не имеющими, могу сказать, что не каждую компетенцию действительно можно освоить или как-то оценить с точки зрения уровня освоения при наличии тех или иных особенностей. Поэтому для педагога, конечно же, составляет определенную сложность правильно оценить и аттестовать соответствующего обучающегося. Когда мы говорим об образовании, то в первую очередь возникает вопрос, а вот, например, при поступлении на СПО или на высшее образование, а есть ли какие-то льготы или гарантии? Ну и первая гарантия, которую, наверное, наиболее активно используют наши обучающиеся, это социальная стипендия. Здесь мы видим с вами 4 категории. Это дети-инвалиды, инвалиды первой-второй группы, инвалиды с детства и инвалиды вследствие военных травм и заболеваний, а также лица, которые получили какие-то травмы и заболевания в период прохождения военной службы. Аналогичные категории мы с вами встречаем в 71-й статье федерального закона, когда говорим о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. То есть обратите внимание, как на уровне СПО, так и на уровне высшего образования у нас сохраняется вот такая градация, вот эти 4 группы. При этом они сохраняются при организации обучения за счет бюджетных ассигнований как федерального бюджета, так и бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Это значит, что квоты на обучение ребят с инвалидностью могут быть установлены не только в государственных образовательных организациях, но и в организациях регионального и местного уровня. Немного сложнее ситуация складывается в частных образовательных организациях, поскольку, как любая частная сфера, мы понимаем, что это самоокупаемые учреждения, учреждения, которые ежегодно подают документы для получения определенного объема финансирования. И в том случае, если выделяются определенное количество бюджетных мест, то, безусловно, в рамках этих бюджетных мест выделяются квоты для организации обучения указанных категорий лиц. Право на прием рассматривается не только как способ принятия на обучение, но и как механизм для подготовки к этому процессу обучения. В связи с этим закон содержит возможность использования вот этой льготы, в том числе и на подготовительных отделениях и курсах, в федеральных государственных образовательных организациях, когда речь идет об оплате этих курсов за счет бюджетных ассигнований. На уровне субъектов и муниципалитетов, как правило, аналогичная норма, не предусмотрена аналогичной гарантии. Нет. 71-я статья говорит о праве на приемно-подготовительное отделение. И вот здесь, обратите внимание, несколько меняется категория лиц, имеющих на это право. Остаются дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, инвалиды войны или лица, получившие заболевание или получившие статус человека с инвалидностью в связи с учлением военных действий или участием в военных операциях. А также добавляется группа граждан в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида первой группы. То есть здесь законодатель немного расширяет вот эту категорию благополучателей и предоставляет возможность подготовиться к поступлению в образовательную организацию на льготных основаниях. Почему это важно? Потому что льготы и возможность получения бесплатного образования в любом случае не будут зависеть от статуса только человека, они будут зависеть от его способностей. Любой человек сдаёт вступительные испытания. Безусловно, есть особенности в адаптации заданий, есть особенности в организации приёма вступительных испытаний, но квота не подразумевает, что человек, предъявляя справку об инвалидности, просто зачисляется в образовательную организацию. В любом случае должна быть пройдена определённая такая система контроля уровня знаний и, соответственно, участие в конкурсе, потому что на одно место по той же квоте, например, могут претендовать два или три абитуриента с инвалидностью. 79-я статья, которая всем нами знакома, говорит об организации получения образования при наличии статуса лица с ограниченными возможностями здоровья. И вот здесь мы снова видим отсылку к адаптированной образовательной программе. Очень часто мне задают вопрос, а обязательно ли разрабатывать АОП для обучения студента с инвалидностью? Скажу так. Действующее законодательство содержит право, право обучающегося, заявить о необходимости адаптации для него условия обучения. В том случае, если в образовательную организацию поступает человек, имеющий инвалидность, предъявляет справку об инвалидности, но не пишет заявление о необходимости разработки адаптационных дисциплин или оказания какой-то иной помощи, или организации какого-то пространства, подразумевается, что ему комфортно обучаться в общих условиях, и, соответственно, возможно обучение такого студента по основной образовательной программе. При этом любая сегодня образовательная организация, разрабатывая методические рекомендации, рабочие программы к учебным курсам, включает в качестве одного из компонентов, как один из разделов, условия об обучении по данной дисциплине, о проведении аттестации в отношении людей с инвалидностью. И там, в зависимости от определенных особенностей, в зависимости от нозологии, которая представлена, прописывает те дополнительные вспомогательные устройства, оборудование, иногда это увеличение продолжительности времени приема соответствующего экзамена, которые необходимы для комфортного обучения. В таком случае разработка отдельно какой-то адаптированной программы не требуется. И скажу так, что на практике на сегодня очень часто как раз обучение организуется в рамках основной программы. Новыми для нас с вами положениями являются те нормы, которые в прошлом году, наверное, скажу громко, потрясли сообщества, которые подразумевают введение права на повторное получение профессионального образования. В нашем федеральном законе появилась статья 8.1, которая говорит нам о том, что лица, имеющие статус инвалидов первой, второй или третьей группы, в том случае, если они ранее уже получили среднее профессиональное образование или высшее образование, они имеют право повторно пройти профессиональное образование по другой специальности, изменить направление обучения. Это необходимо на сегодняшний день из практики. Очень часто, получив образование, человек с инвалидностью не может найти свое место на рынке труда, не может правильно, скажем, применить полученные знания. Когда уже попробовав реализовать себя в профессиональной среде, формируется понимание, каких навыков нам не хватает, вот только тогда, наверное, приходит такой осознанный, корректный подход к выбору специальности или профиля обучения. И именно поэтому законодатель сегодня предусматривает такую возможность. Обучение повторно или второй раз, но по другой специальности осуществляется, безусловно, за счет также бюджетных ассигнований, то есть в пределах тех же квот, которые выделяются в соответствующих образовательных организациях, и в порядке, который предусмотрен для обучения по аналогичным формам, соответствующие первому уровню. В связи с этим отвечу сразу на вопрос, который поступил у нас от одного из слушателей. Как сегодня должно быть организовано это обучение? А должны ли быть приняты какие-то отдельные нормативные акты? Или нужно ли выделить какое-то дополнительное финансирование? На самом деле для человека, который хочет воспользоваться этой гарантией, эти вопросы, ну, наверное, в некотором смысле должны быть безразличны, потому что законодательством, которое предусматривает данное право, является сам федеральный закон. И сам федеральный закон закрепляет, что организация обучения строится аналогично первому обучению. Значит, никаких особых условий, никаких исключений, никаких, по большому счету, изменений тут нет. И если ведомство или образовательная организация отказывает в приеме на обучение, ссылаясь на то, что якобы не разработан какой-то документ или якобы отсутствует какой-то локальный отдельный акт внутри образовательной организации, это нарушение. В данном случае необходимо обращаться в первую очередь с письменным заявлением в саму образовательную организацию с просьбой о приеме, получив официальный отказ обращаться с жалобой на нереализацию, далее отказ в реализации данного права в региональное сначала Министерство образования. Ну, и я всегда рекомендую подключать органы прокуратуры, потому что именно прокуратура сегодня, как никакой другой субъект, стоит на защите прав и интересов людей с инвалидностью. Если мы говорим с вами о реализации положения нашего федерального закона, то следует обратить внимание, что на сегодняшний день гарантии получения профессионального образования предусмотрены на разных уровнях. И они предусматривают как освоение основных образовательных программ, адаптированных образовательных программ, так, собственно, и обучение по дополнительным профессиональным программам. Вот здесь следует делать различия, потому что дополнительные образовательные программы не предусматривают такой формы гарантии. Это лишь один из видов, ну, скажем так, самостоятельного повышения квалификации, переквалификации, получения какого-то доп. обучения. Поэтому, если мы хотим воспользоваться данной льготой в рамках доп. образования, сделать этого будет невозможно. В данном случае законодатель говорит только об основном образовании. При получении образования, независимо от того, о какой образовательной организации будет идти речь, если человек с инвалидностью поступает на обучение в рамках квоты и пользуется льготами и гарантиями, то, безусловно, он имеет право претендовать на получение специальных учебных пособий или учебной литературы, использование услуг сурдопереводчиков и тифло-сурдопереводчиков. При этом данные расходные обязательства являются расходными обязательствами субъекта. Но, если мы говорим с вами об обучении в образовательной организации, финансируемой из федерального бюджета, то подразумевается, что в рамках того финансирования, которое получает образовательная организация, предусматривается и решение данного вопроса, решение данной проблемы. Для реализации этого права, безусловно, недостаточно будет просто выражения собственного желания. Необходимо будет как-то документально обосновать, подтвердить необходимость в сопровождении сурдопереводом или в использовании услуг тифло-сурдопереводчика. Эти рекомендации могут заключаться и содержаться как в рекомендациях ПМПК, так, собственно, и в рекомендациях ППК, которые может пройти на базе самой образовательной организации. Нормативный документ, безусловно, подлежащий применению, но подзаконный акт, документ, который не носит законодательный характер, а является, я бы сказала, актом, разъясняющим, характеризующим требования к организации образовательного процесса, является письмо Миноборнауки России. Этот документ появился в 2014 году и на сегодняшний день содержит ряд дополнений, однако основные концепции, основные подходы сохраняются. В первую очередь в профессиональной организации, независимо от того, к какому уровню она будет относиться, рекомендовано создание специального структурного подразделения. Если мы сейчас проведем анализ, ну, наверное, высших образовательных учреждений большинства и среднепрофессиональных образовательных организаций, то мы увидим с вами, что действительно такие службы есть. Эти службы направлены, эти структурные подразделения функционируют для того, чтобы разрабатывать необходимые рекомендации, вносить дополнения в локальные акты, корректировать организацию приема на обучение при необходимости, да, то есть выполняют условно-консультационную функцию с одной стороны, консультируют самих руководителей образовательных организаций, да, или руководителей, например, факультетов, кафедр внутри образовательной организации, но и также могут оказать содействие в адаптации необходимого методического и учебного материала. Если невозможно создание структурного подразделения, то образовательная организация, ну это, конечно, зависит от штатной обеспеченности, возлагает данные функции на соответствующее должностное лицо, и это должностное лицо, пройдя повышение квалификации, обучения, способствует разработке все тех же методических рекомендаций при необходимости разработки индивидуальных образовательных маршрутов и помогает самим обучающимся и образовательной организации корректно выстроить процесс организации учебного пространства и учебного времени. Одним из направлений вот такой адаптации будет выступать профессиональная профориентационная работа с обучающимися. Не секрет, что профобучение подразумевает проведение различных мастер-классов, тренингов, практической подготовки обучающихся. И если мы будем говорить о ребятах с инвалидностью, то не на любую площадку организации базы практики такой обучающийся сможет выйти. Не все, скажем, те виды деятельности, которые предусмотрены программой практики, обучающийся сможет выполнить в полном объеме или без помощи третьего лица. И вот здесь будет возникать вопрос о необходимости организации сопровождения, либо адаптации площадки базы практики, либо подбора индивидуальной площадки для отработки необходимых навыков и компетенций. Безусловным направлением сегодня является воспитательное направление и в рамках него выделяют отдельно социокультурную реабилитацию. Когда речь идет об организации обучения ребят с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, как правило, информация о таких обучающихся имеется у социальных педагогов, у педагогов-психологов, и они содействуют адаптации внутри коллектива, разрешению каких-то сложных вопросов коммуникации и при необходимости осуществляют консультирование самих педагогических работников. Вот такое трехстороннее взаимодействие, оно позволяет урегулировать все проблемные вопросы и при необходимости уже в процессе обучения скорректировать траекторию. Мы знаем, что на уровне школы обязательным участникам образовательного процесса, в том числе в решении этих вопросов, выступают родители. Безусловно, когда мы говорим о среднем профессиональном образовании, это обучающиеся после девятого класса и в том числе первый год обучения после одиннадцатого класса, это несовершеннолетние ребята. Конечно же, здесь родители также являются участниками образовательного процесса, но в большей степени коммуникация внутри СПО с родителями идет в формате информирования. Все-таки больший процент принятия решений, рассмотрения вопросов актуальной организации учебного пространства решается самим обучающимся. И родителям деток с инвалидностью и обучающихся абитуриентов очень важно, понимая это, при необходимости применения какого-то индивидуального подхода, при необходимости какого-то большего внимания, скажем условно, к такому обучающемуся, заявить об этом самостоятельно сразу, чтобы социальный педагог, психолог, кураторы, которые сейчас у нас закрепляются за учебными курсами в рамках среднего профессионального образования, педагоги-наставники могли своевременно понимая вот эти сложности может быть или особенности оказать необходимую поддержку и помощь. Реализация программ обучения на уровне профессионального образования сегодня предусматривает различные формы. Это и дистанционные технологии, причем на сегодняшний день очень активно дистант внедряется как один из элементов организации образовательного пространства, а не как форма просто обучения. Это и применение сетевых форм взаимодействия и использование так называемых механизмов дуального обучения, когда организация учебного пространства идет не только внутри образовательной организации, но и на площадке непосредственно работодателя, который заинтересован в обучении такого студента и соответственно такая форма организации учебы позволяет в последующем выпускнику наиболее успешно реализовать себя на рынке профессий. Большинство образовательных программ сегодня предусматривают в качестве итоговой аттестации демонстрационные экзамены и это еще одна сложность, с которой сталкиваются наши ребята с инвалидностью, потому что демонстрационный экзамен это новый институт и не все специальности далеко сегодня предусматривают такую форму аттестации. Нет еще достаточного экспертного опыта как у педагогов той площадки, на которой проводится этот экзамен, так и собственно нету необходимого методического обеспечения, которое было бы адаптировано сегодня под различные нозологии и которые могли бы учитывать наверное потребности обучающихся. Именно поэтому если мы понимаем, что обучающимся потребуется такая адаптация, об этом важно заявить заблаговременно, чтобы и площадка проведения самого демэкзамена и специалисты, которые будут привлечены для организации данного процесса и самообучающиеся своевременно были проинформированы, выявили все необходимые потребности и смогли оборудовать учебное пространство с учетом данных особенностей. Для того, чтобы организация обучения внутри профессиональной организации была комфортной, первым вспомогательным механизмом для нас являются конечно локальные нормативные акты. Среди локальных актов на первое место мы выносим безусловно уставы или положения, которые говорят об организации учебного пространства. Далее безусловно это документы о структурных подразделениях, в компетенцию которых входит организация обучения ребят с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого любое положение, которое существует внутри образовательной организации должно быть адаптировано, либо должно содержать отдельный раздел, либо должно содержать отдельный пункт, который регламентирует порядок организации данных процессов для указанной категории лиц. В некоторых образовательных организациях, где численный контингент обучающийся инвалидностью высокий, разрабатываются даже отдельные локальные акты, которые разъясняют порядок организации обучения именно в данных группах. Когда обучение осуществляется в условиях общей группы, безусловно, применяются общие положения, и по заявлению обучающегося производится адаптация в зависимости от тех условий, которые необходимы данному конкретному обучающемуся. Но эта адаптация тоже не может быть безусловной, не просто то, что хочется самому студенту, она оценивается и учитывает те рекомендации, которые были ранее даны психолого-медико-педагогической комиссии или ППК на базе образовательной организации. Медитические рекомендации, которые дают нам, содержатся в письме, вернее, предусматривают введение в штат профессиональных организаций должностей, которые аналогичны должностям, введенным в школах. и все мы с вами их знаем, это тьюдер, это педагог-психолог, социальный педагог, специалист по техническим или программным средствам обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Но если мы зададим с вами вопрос, все ли организации сегодня имеют в штате таких специалистов, мы получим безусловный ответ нет. Профессиональные образовательные организации, в которых сегодня не обучаются ребят с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, не имеют в штате таких лиц. И если завтра к ним в порядке перевода захочет прийти обучающийся, имеющий какие-то особенности, он столкнется с огромной сложностью, потому что под него внутри учебного года необходимо будет модернизировать этот процесс. Именно поэтому очень многие ребята получают отказ. Это безусловно является нарушением. На сегодняшний день любая образовательная организация должна предусматривать возможность организации обучения независимо от того, какой студент поступит на обучение. Безусловно, здесь могут рассматриваться также сетевые формы, когда одна организация способствует формированию вот этого учебного пространства, оказывает содействие в повышении квалификации специалистов, работающих с теми или иными обучающимися для того, чтобы выстроить данный образовательный процесс. Вот должность педагога-психолога, социального педагога, как правило, во всех образовательных организациях сегодня есть и сейчас еще введена такая должность как советник по воспитанию, если говорить о среднем профессиональном образовании. Эти специалисты работают с ребятами не только с инвалидностью, но и ребятами из малоимущих семей, многодетных семей, социальными сиротами, поэтому данная должность не будет новинкой. А вот тьютор необходим именно обучающимися с инвалидностью. И если планируется прием на обучение такого абитуриента, то заявление о необходимости обеспечения такого сопровождения должно быть подано одновременно с заявлением о поступлении. Если студент будет зачислен, а зачисление у нас традиционно происходит в августе. в последующем бывают доборы в образовательной организации в сентябре, если только тогда будет заявлена необходимость организации данного сопровождения, вероятнее всего будет длительный период, в течение которого обучающийся не сможет получить эти услуги, потому что специалиста внутри организации нужно будет отучить, либо необходимо будет принять нового специалиста, открыть вакансию. А я думаю, вы знаете, что проблема вообще в обеспечении тьютерами огромная. Очень мало сейчас специалистов, которые уже имеют и уровень образования, и опыт работы в данной позиции. Как правило, функцию тьютера пытаются возложить на классных руководителей, на педагогов, которые постоянно взаимодействуют с группами обучающимся. Но если в школе, там, где рассматриваются базовые знания, да, та информация дается, которую знает, ну, наверное, каждый из нас, если используются какие-то базовые техники работы с материалом, с информацией, которую дает преподаватель, то в профессиональном образовании не любой человек и не любой специалист сможет оказать содействие в организации обучения, потому что в зависимости от той специальности, которая будет избрана, здесь может стать вопрос о медицинских допусках, может стать вопрос о допусках к работе с какими-то техническими устройствами, и сопровождающий специалист в том числе должен будет иметь возможность оказать помощь в условиях какого-то лабораторного пространства, какой-то мастерской, там, да, например, или площадки проведения того же демонстрационного экзамена, например, демоэкзамен, экзамен, который ведется в режиме реального времени с онлайн-трансляцией, с видеонаблюдением, с привлечением внешних экспертов, которые не могут, не имеют права разговаривать с обучающимися во время проведения экзамена. И, конечно же, сегодня вопрос о доступе на площадку для проведения демонстрационного экзамена тьютера, он остается нерешенным, потому что это то третье лицо, которое, по сути, нарушает условия проведения демоэкзамена. Не говоря о том, что демоэкзамен имеет ограничения по времени и принимается комиссионно, и возникают сегодня, уже возникают вопросы о приеме этого экзамена с более продолжительным временным периодом. Поэтому здесь, конечно же, только практика реализации, только какие-то, может быть, письменные обращения, в том числе жалобы, которые поступают в соответствующее ведомство, позволят нам сформировать тот опыт, который необходим будет для внесения поправок в действующие нормативы, для корректировки тех регламентов, которые сегодня предусматривают механизм проведения демонстрационных экзаменов. Основным упором, основным акцентом, который хочется сделать, является адаптированная образовательная программа. И в рамках адаптированной образовательной программы основным вспомогательным механизмом выступают адаптационные дисциплины. Очень часто адаптационные дисциплины сегодня сводятся к разработке каких-то модулей, к разработке новых механизмов освоения профессиональных компетенций. Как правило, это компьютерная грамотность, информационные технологии, это то, что связано с физической активностью. Если говорить об освоении каких-то основных профессиональных дисциплин, то вот здесь на практике практически не встречаются адаптационные дисциплины. Почему? Потому что достаточно своеобразный спектр тех компетенций, которые осваиваются. Потому что, повторюсь, нету соответствующего опыта. А ведь адаптационная дисциплина направлена в первую очередь на индивидуализацию процесса освоения данной дисциплины, на формирование недостающих коммуникативных компетенций и умений, на некую профессиональную адаптацию или, я бы сказала, профессиональное погружение в ту сферу, в которую поступает на обучение наш студент. Но, как правило, это крайне сложно сделать в условиях отдельного индивидуального режима. Потому что, если говорить, например, о, допустим, социальной работнике, вот такое направление обучения, то здесь необходима работа в группе, работа с нормативными документами, а это работа в цифровой среде, это работа с цифровыми продуктами, работа с правовыми системами, консультант плюс, гарант плюс, работа с официальными ресурсами, такими как портал государственных услуг, газ правосудия. И это те технологии, которые понятны экспертам, постоянно работающим в этих системах. Те технологии, которые сложно осваиваемы специалистам, не имеющим непосредственного взаимодействия. Здесь очень важно увеличение именно времени коммуникации с системой, то есть не разработка какого-то альтернативного способа работы в этой среде, а увеличение практического объема времени, которое мы можем посвятить для того, чтобы в ней работать. Но мы помним, что у нас есть объем нагрузки, объем недельной нагрузки, которая не должна быть превышена для организации учебного пространства. И возникает вопрос, если мы ту же самую дисциплину или тот же самый модуль будем осваивать дольше по времени, то получается, что нам нужно либо убрать какие-то дисциплины из соответственно учебного модуля данного студента, либо наш студент будет учиться дольше по продолжительности, то есть не 3 года, например, и 10 месяцев, а 4 года и 10 месяцев. А значит, возникает вопрос, а на каком основании мы должны будем продлить вот этот нормативный срок обучения? Ведь сегодня сроки обучения у нас определены федеральным образовательным стандартом. Сроки обучения определены с учетом как раз обязательного и вариативного компонента дисциплин, которые утверждаются в составе учебного плана. Эти сроки обучения подразумевают определенный объем общих и профессиональных компетенций, которые необходимо освоить за весь период организации обучения. Значит, единственное, что мы можем трансформировать, и мы видим это как раз в положении законодательства, вариативную часть образовательных программ. Значит, возможность формирования вот этого индивидуального маршрута, индивидуальной траектории может предусматривать исключение одной из дисциплин вариативного цикла и ее замена на адаптационную дисциплину в равном количестве часов, в равном объеме часов. А если мы вводим другую дисциплину, то мы понимаем, что здесь возникает сложность в решении вопроса, где взять специалиста, который будет преподавать эту дисциплину, и как распределить учебный процесс таким образом, чтобы обучающийся не был исключен из учебных занятий по другим предметам, чтобы это корректно встроить вот в тот учебный график, который на сегодняшний день разработан. Вот именно эта сложность, как правило, вызывает, я скажу, громкое отторжение, вызывает нежелание, непринятие, и та проблема, с которой мы в основном боремся в профессиональных образовательных организациях, это как раз отказ в приеме в связи с тем, что невозможно адаптировать вот этот учебный курс, далее, ту программу, которую хочет освоить обучающийся. И также скажу, что это, безусловно, нарушение. То есть для того, чтобы адаптировать программу, для того, чтобы разработать индивидуальный маршрут, для того, чтобы скорректировать траекторию обучения и сформировать необходимый объем компетенций, создается соответствующая комиссия, создается, проводится соответствующее заседание внутри образовательной организации, приглашаются специалисты, в том числе может быть приглашен какой-то внешний эксперт, который поможет разработать и адаптировать под тот запрос, который поступает от обучающегося соответствующие циклы и модули. не менее важным и одним из новых документов, который появился как раз в том числе в связи с определением права на повторное бесплатное образование, является разъясняющее письмо Минпросвещения 2022 года, которое содержит в своем составе методические рекомендации. И вот эти рекомендации как раз направлены на формирование понимания, как сделать этот процесс более корректным. Обратите внимание, что снова мы встречаем АОП-СПО, то есть адаптированную образовательную программу подготовки соответствующих специалистов. Внутри АОП-СПО выделяется как отдельный компонент адаптационная дисциплина, которая за счет вариативных часов, часов вариативного компонента позволяет скорректировать траекторию обучения и направлена на формирование коммуникативных умений, навыков социальной адаптации для обучающихся в зависимости от имеющихся рекомендаций. Если есть необходимость, и вот здесь самое ключевое, именно при необходимости, не в каждом случае, не в обязательном порядке, а только в том случае, если у обучающегося есть такая потребность, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Для разработки индивидуального образовательного маршрута формируется индивидуальный учебный план, который, безусловно, выстраивается в рамках основного учебного плана, то есть он подразумевает тот же объем продолжительности времени занятий, но подразумевает немножко вариативный компонент по, например, практике, то есть организация практики может проходить иным образом. Я знаю примеры, когда практика рассредоточена внутри образовательного процесса, когда обучающийся не на одну-две недели, например, направляется на практику, во время которой не ведутся основные учебные занятия, а когда практическая подготовка является так называемым элементом систематического внедрения компетенции. Мы разбираем какой-то теоретический блок и потом отрабатываем его на практике. Фиксируем формирование компетенции и двигаемся дальше. Вновь разрабатываем теоретический модуль, отрабатываем его на практике. Такая система на сегодняшний день достаточно успешно помогает освоить компетенции тем обучающимся, которые не могут одномоментно осваивать большой объем информации, работать с большими данными, когда не требуется вот такого длительного сосредоточения внимания на какой-то определенной функции. Вот сегодня это очень успешно и на самом деле даже есть территории, которые предлагают такую организацию для обучающихся не имеющих инвалидность или ограниченной возможности здоровья. Разработка адаптированной образовательной программы осуществляется в рамках в ГОССПО. И если внутри федерального образовательного стандарта есть обязательные дисциплины, то исключить их мы не можем. Если обучающийся не имеет возможности освоить эти дисциплины и сформировать необходимые компетенции, то, к сожалению, мы можем констатировать о том, что освоение данной программы ему невозможно. Значит, следует выбрать другую специальность, может быть, другое направление подготовки, может быть, следует рассмотреть вопрос об организации обучения не на уровне высшего образовательного учреждения, а на уровне среднего профессионального образования, потому что глубина освоения дисциплин, сложность закрепляемого материала и, наверное, объем вот этих компетенций, он немного ниже и чуть более адаптирован, наверное, нежели в системе высшего образования. Адаптированные образовательные программы могут разрабатываться так же, как и везде, как в отношении определенной группы обучающихся, так, в принципе, может разрабатываться индивидуально для конкретного обучающегося. Разрабатывается в зависимости от той нозологии, которая, соответственно, выражена в данной группе обучающихся, но может быть и универсальной. Вот очень часто во многих образовательных организациях разрабатывается так называемый универсальный АОП, который предусматривает как вариативные дисциплины вот эти адаптационные модули по работе с информационными технологиями, освоение навыков формирования общих компетенций. Сейчас во всех практически специальностях СПО вводится такой курс как общие компетенции профессионала. То есть, если говорить кратко, то это как раз курс, направленный на отработку вот этих компетенций и формирование навыков их использования, применения в практической среде. Я иногда шучу с студентами, потому что у моих ребят тоже есть такая компетенция. И говорю это курс о том, что такое ручка и как ее держать, что такое книжка, как ее читать, и что такое конспект и как его писать. Ну, если условно, то да, наверное, это так. То есть, компетенции помогают нам работать с информацией, правильно ее искать, правильно ее анализировать и применять именно те данные, которые необходимы для решения каждой конкретной ситуации. Методические рекомендации на сегодня содержат вот такой алгоритм движения или определения образовательной траектории, обучающейся с инвалидностью и ВЗ на этапе поступления. При поступлении важно не только подать заявление о приеме на обучение, но и сразу, как я уже говорила ранее, уведомить о необходимости представления специальных условий для того, чтобы к началу учебного года и начало учебного процесса можно было разработать или скорректировать адаптированную образовательную программу. Обязательно предоставляется на этом этапе документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью или, соответственно, заключение ПМПК, в котором содержатся указания на статус лица с УВЗ. Второй компонент заключения ППС или ППК это альтернативный вариант получения рекомендаций по организации учебного пространства, как в условиях самой образовательной организации, так и за ее пределами. И вот в данном заключении содержится вариативность в организации обучения каждого конкретного студента. Третье это как раз этап разработки индивидуальной траектории. Именно на этом этапе нужно проявлять максимальную бдительность как самому обучающемуся, так и его законным представителям, если мы говорим о несовершеннолетних. Потому что именно здесь определяются и те модули, которые подлежат включению, и определяются те технологии, методики, модели организации обучения, которые будут применяться, и проговариваются особенности аттестации, как промежуточной, так и итоговой аттестации. И проговариваются возможности работы с различными информационными продуктами, ресурсами, которые есть внутри самой образовательной организации. Сегодня все профессиональные организации содержат электронные образовательные среды. В нашей организации, например, это система Moodle. Система, которая позволяет дистанционно подключиться, рассмотреть материал, отработать какой-то навык, выполнить какое-то задание, и тем самым в том числе получить аттестацию по дисциплине. И очень часто для ребят, имеющих сложности в коммуникации, это как раз один из основных инструментов. Такая электронная, удаленная возможность проявить и продемонстрировать все свои навыки. В некотором случае с онлайн-подключением, с такой вот визуальной коммуникации с педагогом, а в некотором случае без таковой через выполнение соответствующих практических кейсов. Вариант организации образовательного процесса, который предусмотрен в методических рекомендациях 2022 года, представлено у вас на экране. По первому варианту количество обучающихся до 15 человек в группе по одной нозологии. Ну, скажу так, я, наверное, знаю одну или две может быть образовательных организаций, которые действительно осуществляют именно таким образом обучение, потому что у них достаточное количество абитуриентов, поступающих по вот представленной одной нозологии. Единая форма АОП в этом случае разрабатывается, вся группа работает в рамках этой АОП, но это не говорит о том, что у отдельно взятого студента нет возможности получить какие-то еще дополнительные вспомогательные условия организации учебного процесса. Это возможно по личному заявлению обучающегося. По второму варианту представлены разные нозологии, и вот здесь разрабатывается АОП для нескольких нозологий, которые взаимосовместимы. Все здесь зависит от того, какие компетенции осваиваются от того, как организуется учебный процесс. Если возможно вот такое совмещение, то разрабатывается единая программа. И третий вариант, который в 80 наверное процентах случаев сейчас реализуется, это так называемая общая группа. Численность такой группы достигает 25 человек, при этом в составе такой группы должно быть не более 15 обучающихся с инвалидностью ОВЗ, и соответственно здесь под каждого обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа и осуществляется индивидуализация образовательного маршрута. Либо что мы встречаем на практике организуется обучение на общих основаниях, а при необходимости например в сессионный период или при какой-то итоговой аттестации по заявлению обучающегося ему предоставляется более продолжительное время для выполнения задания, какое-то техническое вспомогательное оборудование для демонстрации необходимых навыков или подключается специалист, который оказывает содействие на этапе как раз демонстрации полученных навыков, знаний и умений. Для разработки и реализации адаптированных программ, как и на любом уровне обучения, предусмотрена возможность привлечения специалистов разного уровня, я не буду отдельно о них останавливаться, скажу лишь, что важно привлекать тех специалистов, которые имеют опыт организации такого процесса, потому что если мы привлечем специалиста вчера прошедшего повышения квалификации, еще не имеющего прикладного такого сформированного опыта разработки, а опыт для СПО, скорее всего мы получим не совсем реализуемую программу или на этапе реализации будем сталкиваться с множественными затруднениями. Зачисление на обучение осуществляется по заявлению и с предоставлением соответствующих рекомендаций. Рекомендации можно предоставить и в последующем. Ну вот в частности у меня например на 1 сентября не было представлено данных о том, что в одной из групп обучается молодой человек с инвалидностью. Когда у нас встал вопрос о промежуточной аттестации это конец октября начало ноября вдруг неожиданно была представлена справка об инвалидности заключения ПМПК и соответственно подано заявление о том, что необходимо адаптация о том, что необходимо организовать условия аттестации данного студента по иной форме. Безусловно после того как в образовательную организацию поступает такое заявление оно должно быть рассмотрено и должна быть сформирована экспертная группа которая поможет все эти действия совершить. Ну вот я например как социальный педагог привлекаюсь в этом случае и помогаю с решением вопроса социальной адаптации. Педагог-психолог подключается для решения каких-то вопросов сложности в коммуникации с группой с другими преподавателями в освоении ну вернее в понимании наверное осознания всех процессов которые происходят по запросу самого обучающегося. Ну и конечно же самое главное скажу прям честно как есть головная боль возникает у педагогов которые два месяца не знали о том что данный обучающийся нуждается в адаптации учебного материала что ему надо может быть какой-то больше время для выполнения практических заданий что необходимо может быть иначе организовать и оборудовать учебное пространство и встает вопрос а как теперь вот неожиданно узнав об этом статусе аттестовать данного обучающегося то есть нужно его либо повторно перепроверять по тем работам которые были ранее сданы либо как-то с повышением балла принимать те работы которые были ранее представлены или как-то иначе вот я как педагог столкнувшись с такой проблемой скажу что это непросто потому что здесь конечно же важно и учесть то что у нас есть ну как бы условия равного подхода к аттестации и то что ну как бы статус человека с инвалидностью он не говорит о том что обучающийся не может в том же объеме или в той же мере осваивать какую-то информацию или демонстрировать какие-то знания и умения и поэтому внутри вот учебного периода да вот эта адаптация она происходит крайне сложно кроме этого конечно же иногда происходит внутренний перевод то есть перевод с основной программы на адаптированную это так называемые ситуации когда студент не справился то есть сначала не захотел сказать о том что есть какие-то сложности трудности восприятия информации не захотел говорить о своем статусе человека с инвалидностью и в принципе это конституционное право да то есть мы не обязаны мы в праве проинформировать об этом ну и поступил на основную образовательную программу не справившись с этой программой например по итогам сессии возможен перевод обучающегося с основной образовательной программы на адаптированную образовательную программу и разработка такого учебного плана но здесь важно помнить что в такой ситуации может стать вопрос о необходимости повторного освоения какого-то отдельного курса в связи с тем что ранее он не был освоен в рамках основной образовательной программы да то есть не успел не справился не смог сформировать необходимые компетенции иногда это немного увеличивает учебную нагрузку на обучающегося в рамках второго или последующего семестра при поступлении на адаптированную образовательную программу на сегодня мы говорим о том что необходимо представить информацию не только о том как нужно организовать и оборудовать пространство учебное но и при необходимости если речь идет о какой-то медицинской поддержке важно проинформировать об этом соответственно специалисты медицинского кабинета при любой профессиональной образовательной организации есть медкабинет или медспециалист который должен иметь информацию о том как оказать помощь если она потребуется о том что обучающийся нуждается допустим в приеме каких-то лекарственных препаратов если необходимо делать это под контролем медицинского работника или о тех реакциях организма которые могут возникнуть и на которые важно корректно отреагировать элементарно какой препарат можно дать для того чтобы снять какое-то спазматическое состояние а какой препарат принимать нельзя почему тоже говорю об этом сегодня потому что если на уровне школы ну как бы как правило родители информируют об этой составляющей понимая что ребенок еще не в полной мере самостоятельен то на уровне среднего профессионального образования очень часто мы встречаемся с позицией что мой ребенок уже большой он самостоятельный он может все сам и лекарства выпить при необходимости но помним что когда обучающийся находится в условиях образовательной организации ответственность за него несет образовательная организация и буквально недавно я столкнулась с ситуацией когда одному из студентов стало плохо и мы просто не знали как ему правильно оказать помощь потому что у молодого человека сахарный диабет и не имея каких-то специальных познаний в этой области в этой сфере ну как бы оказать правильно помощь не зная что произошло подскочил у него уровень сахара или наоборот резкое снижение и риск гипогликемического какого-то состояния вот этот вопрос стал очень остро на тот момент медицинский работник находился на больничном и поэтому пришлось срочно обращаться к вызову скорой помощи ну и соответственно звонку родителям которые тоже находясь удаленно на СПО очень часто ребята учатся за рамками основного населенного пункта вот пришлось так вот экстренно решать данную ситуацию поэтому конечно же вам важно говорить не только об адаптации самих условий обучения но и о возможных рисках которые с которыми может быть связан процесс обучения потому что любой процесс обучения это с одной стороны адаптация в новом коллективе с другой стороны конечно же работа с большим потоком информации это большая нагрузка это и физическая нагрузка потому что требуется перемещение это не в школе когда мы сидим в условиях одного класса иногда это перемещение между корпусами образовательных организаций в том числе сегодня не все организации имеют стационарные например спортивные площадки и работают по физкультуре например на арендованных пространствах а это значит перемещение от стадионов допустим до учебного заведения это и перемещение до баз практик которые находятся на предприятиях и соответственно попадая на предприятие в том числе сопровождающий специалист или лицо ответственное за организацию практики должно обладать этой информацией потому что ну опять же подобный инцидент может произойти во время прохождения практики ну в зависимости опять же от тех условий с которыми столкнется обучающихся основным сегодня таким порталом на котором родители и сами абитуриенты ищут информацию являются с одной стороны портал государственных услуг а с другой стороны порталы или официальный сайт образовательных организаций среднего профессионального образования высшего образования ну вот я сделала небольшой скриншот портал госуслуг дает нам информацию о том кто имеет преимущественное право зачисления в колледж и читая вот такую формулировку очень часто мы встречаемся с позицией что вот я пришел я принес вам документы давайте преимущественно меня зачисляйте нет на самом деле это работает не так преимущественное право зачисления говорит о том что если данный обучающийся ну скажем поступает на условиях аналогичных условиям другого обучающегося и они набирают условно одинаковое количество проходных баллов например если это внутренний конкурс у них одинаковое количество баллов ЕГЭ если мы после 11 класса сдавали ЕГЭ у них одинаковый средний балл по аттестату если мы говорим о поступлении на СПО вот тогда у данного студента имеется преимущество если например мы говорим о поступлении по конкурсной основе то есть соответствующие условия конкурса и безусловно все мы в этом случае равны закон об образовании говорит нам о том что наличие права на льготу нужно подтвердить документами соответственно если мы претендуем на какое-то преимущество при зачислении на применение нам какой-то льготы то безусловным условием является пакет документов если пакет документов не будет предъявлен то конечно же льготой воспользоваться будет нельзя очень часто на момент поступления у обучающегося есть на руках справка об инвалидности но он не хочет давать какое-то заключение по МПК или вообще в принципе какие-то рекомендации по организации учебного пространства в этом случае льготой на поступление безусловно воспользоваться можно но просить адаптации условия обучения или организации учебного пространства пока будет нельзя почему потому что пока образовательная организация и не в курсе а что требуется какая особенность какие процессы необходимо осуществить для того чтобы обучение было комфортным ну и максимум на что может ориентироваться тогда образовательная организация это какие-то визуально наглядные признаки проявлению человека инвалидности ну вот опять же повторюсь что большинство вообще образовательных организаций восприняло как сигнал к действию программы доступная среда и везде появились пандусы но к сожалению они не везде доступны да и тех комфортных условий которые необходимы практически везде появились санитарные комнаты ну например на первом этаже да оборудованное пространство но возникает вопрос а что дальше ну предположим человек использующий инвалидную кресло кресло-коляску попадет в образовательную организацию сегодня большинство образовательных организаций оборудуют свои входные группы пропускными системами да это рамки контроля и кресло-коляска не всегда может пройти через эту рамку далее попали мы на первый этаж воспользовались мы санитарной комнатой использовали мы столовую буфет которая как правило находится на первом этаже но а как дальше перемещаться внутри образовательной организации на второй третий этаж где располагаются деканаты где проходят учебные занятия где проводятся какие-то интерактивные виды активности вот здесь вопрос стоит остро безусловно методические рекомендации которые есть сегодня говорят о том что доступ может быть обеспечен силами персонала а значит сотрудник входной группы волонтер который какой-то иной специалист специально определенный в этой организации условно должен оказать помощь в том чтобы поднять этого человека на соответствующий этаж и сопроводить его в соответствующее пространство если мы зайдем с вами в большинство образовательных организаций даже каждый из нас может в своем городе зайти в 1-2 колледжа 1-2 университета редко где мы с вами обнаружим тактильные таблички которые обозначают кабинеты с прайлевским шрифтом редко где мы можем найти тактильную плитку или какие-то направляющие которые позволяют сориентироваться в пространстве да даже элементарно когда мы говорим с вами о информационных стендах о табло расписания как правило в 80% случаев нету вот этой адаптации увеличение шрифта например для слабовидящего человека или какая-то аудиальная ситуация дублирования информации да какие-то может быть интерактивные стенды интерактивные киоски которые одно время очень активно рекламировались да и предлагались для организации учебного пространства поэтому сегодня в основном вот эта адаптация она осуществляется действительно под каждого конкретного студента и с учетом каких-то минимальных условий однако в рамках федерального финансирования есть у нас программы которые предусматривают выделение денежных средств на оборудование образовательных организаций есть у нас на сегодняшний день те федеральные образовательные организации которые сегодня заявляют что они доступны и что к ним можно пойти на обучение в самом конце я вам такой перечень покажу тех организаций которые заявляют о своей доступности поступая в высшее учебное заведение человек с инвалидностью повторюсь как и все остальные сдает вступительные испытания но какая есть гарантия есть право выбора можно сдавать ЕГЭ на общих основаниях а можно воспользовавшись рекомендацией министерства образования и при наличии соответствующего заключения ПМПК пройти итоговую аттестацию по вступительным испытаниям в самой образовательной организации вступительные испытания разрабатываются образовательной организации информация о них размещается на сайте вуза и при наличии соответствующего заявления обучающемуся обеспечивается доступ к прохождению таких вступительных испытаний и соответственно он поступает по результатам именно такого оценивания его первичных знаний навыков и умений документы которые предъявляются на этапе поступления в образовательную организацию безусловно везде стандартны мы знаем с вами что это справка если есть инвалидность это у нас с вами фотографии это у нас медосмотр потому что речь идет об обеспечении безопасности для других обучающих то есть минимальный набор прививок и флюорографическое исследование если мы говорим о молодых людях призывного возраста то это военный билет либо приписное свидетельство но дополнительно к этим документам в зависимости от того какими гарантиями льготами хочет воспользоваться наш абитуриент предъявляется заключение по МПК и об нем нужно подумать до момента подачи документов то есть не на стадии в июне месяце когда уже началась приземная приемная кампания а где-то в апреле для того чтобы сформировать необходимый пакет документов и как минимум для себя определиться по какой образовательной программе на какую специальность в принципе может обучаться данный студент абитуриент пока еще и что будет необходимо для организации комфортного обучения знаете я однажды на конференции столкнулась с такой ситуацией когда девушка рассказывала у нас в медицинском колледже учится тотально слепая девочка на первых двух годах обучения ну как бы это не вызывало какого-то непонимания да потому что шел теоретический курс обучения и она успешно справлялась с теоретическими заданиями то есть она хорошо осваивала информацию но на третьем году обучения встал вопрос о необходимости прохождения практики и вот теперь внимание вопрос как обучающийся проходить практику в условиях медицинской организации где она должна продемонстрировать навыки медицинской сестры а это не только выдача лекарственных препаратов да но и инъекции и оказание помощи в случае какого-то приступа и дежурства и так далее и вот здесь возник очень острый вопрос то есть на момент поступления почему-то этот вопрос не вызвал ни у руководства образовательной организации которая приняла на обучение с оговоркой такого студента ни у самих ну как бы родителей и обучающихся то есть ну как бы не было понятно как должно быть организовано учебное пространство и база практики для отработки данного навыка поэтому безусловно когда заявляется весь пакет документов и когда предъявляются соответствующие требования сразу с одной стороны почему этого не происходит потому что абитуриенты боятся что им откажут в приеме на обучение поскольку они сейчас вот сразу пришли и просят чего-то там под них оборудовать да и якобы это невыгодно образовательной организации с другой стороны не делается это потому что многие ну как бы считают что если невыраженная инвалидность да если нету особых каких-то таких вот острых ситуаций то наверное они справятся с учебным процессом и именно поэтому во многих случаях мы выявляем вот эту нуждаемость уже в процессе организации учебного времени учебного ресурса и это создает особую сложность на сегодняшний день говорить о базовых нормативах то должно быть доступная среда доступная среда и доступная услуга и то какими технологиями какими моделями организации и решения этих процессов будет руководствоваться образовательной организации зависит с одной стороны от спроса то есть от того с какими особенностями с какими запросами обращаются сами абитуриенты и конечно же от материального обеспечения поэтому очень часто при отсутствии возможности оборудования собственной площадки некоторые образовательные организации используют сетевые формы организации обучения когда освоение отдельных навыков идет на специально оборудованные площадки подходящие для организации учебного процесса ну и в том числе например таким площадкам могут выступать площадки общественных организаций людей с инвалидностью требования которые представлены у вас на экране это тоже требования из методических рекомендаций которые подразумевают адаптацию процессов сдачи вступительных испытаний организации приема письменных и устных экзаменов ну и обеспечивают возможность увеличения продолжительности приема экзамена на полтора часа но это не говорит о том что сразу полтора часа иногда требуется 30-40 минут иногда больше время но есть ситуации когда организацию аттестации необходимо осуществлять индивидуально например ситуации когда обучающийся замыкается и не может как бы отвечать устно в присутствии других студентов в этом случае на самом деле то как будет организован этот процесс зависит от самого преподавателя ну если я сталкиваюсь с такими ситуациями я предлагаю такому обучающемуся прийти в отдельное время или просто подойти позже группы да чуть-чуть по времени дождавшись когда аудитория освободится спокойно комфортно взаимодействовать и тогда не требуется каких-то ну особых условий да то есть мы работаем в том же самом алгоритме единственное что в специально отведенный момент ну вот на экране я вам представила топ 7 вузов которые заявляют себя как вузы доступные открытые для обучения людей с инвалидностью УВЗ которые принимают на сегодняшний день таких обучающихся кроме этого скажу что в Казани есть великолепный институт федеральный казанский университет который также обучает ребят с инвалидностью и уже наверное 5 или 6 лет назад мы были у них в том числе в рамках конференции коммуницировали и у них очень успешно реализуется программа обучения для ребят имеющих проблемы по слуху есть МГППУ да в Москве который великолепно работает также с различными группами обучающихся причем как раз совмещением дистанционных технологий да с применением дистанционных элементов обучения и это очень успешная практика потому что она дает достаточно хорошие результаты позволяет подключать одновременно как обучающихся с инвалидностью к работе в аудитории да так и ну саму аудиторию студентов прогрузить вот в те сложности трудности с которыми сталкиваются данные ребята это очень позволяет сблизить обучающихся я знаю даже очень хорошие примеры когда на выпускных там итоговых каких-то работах ребята в буквальном смысле прям помогают поддерживать друг друга как будто вот старые закадычные друзья да то есть успешный очень опыт у нас в чате был вопрос Елена не стала делать сразу отступление да на какой закон была ссылка пункт 8.1 это наш федеральный закон об образовании в нем внесли изменения в 22 году и на сегодняшний день предусмотрено право обучения повторно вернусь сейчас на этот слайд для того чтобы визуально да он у нас с вами был перед глазами здесь важно обратить внимание на три детальки первое повторное получение профобразования по другой профессии да или другая специальность или направление подготовки далее безусловно надо понимать за счет каких бюджетных средств происходит финансирование да то есть это федеральное ассигнование федеральный бюджет квота или это бюджет субъект региональный бюджет или это местное финансирование ну и в порядке установленном нашим законом организация обучения идет на тех же условиях что и обучение первого уровня поэтому если образовательная организация ссылается на то что нужны какие-то иные правила да иные порядки это безусловно нарушение и в этой ситуации необходимо заручиться письменным отказом вот основная проблема в том что очень часто у нас и абитуриенты и родители просто звонят звонят получают отказ не получают письменного какого-то обоснования а отказ вам может дать просто специалист на той стороне провод телефонного который не заинтересован в приеме такого студента потому что ему потом надо будет разрабатывать документы что-то там продумывать поэтому важно писать письменное заявление просить предоставить обоснование отказа в приеме на обучение и уже с этим обоснованием двигаться дальше уполномоченные ведомства Татьяна вопрос вижу что обследует ли ПМПК обучающий старше 18 лет и вносит ли заключение тютерское сопровождение можно если позволите с конца начну тютерского сопровождения в вузах нашего города я к сожалению привести не могу я знаю случаи когда помощь аналогичную не тютерской а ассистентской поддержки осуществляют обучающиеся старших курсов наставники и координаторы которые закрепляются за группами обучающихся относительно обследования старше 18 лет нет такая практика не сформирована но когда поступают документы в приемную комиссию о необходимости организации обучения формируется комиссия внутри образовательной организации состав которой включается социальный педагог педагог-психолог подключается специалист методического отдела которые рассмотрев тот запрос который есть от студента те необходимые условия плюс мы просим ранее имеющиеся заключения ПМПК могут принять решение о необходимости организации вот таких особых индивидуальных условий обучения это если мы говорим о высшем образовании но у нас таких примеров мало крайне мало на самом деле очень часто у нас ребята дают справку об инвалидности просто чтобы пользоваться социальной стипендией и основной запрос ну вот у меня например есть девушка у которой есть сложности с восприятием информации она немножко медленнее ее воспринимает и обрабатывает и она сразу подала заявление что просят при аттестации предоставлять дополнительное время вот у нас в том году был квалификационный экзамен и я как преподаватель принимающий экзамен увеличила ей время приема данного экзамена на час то есть мы с ней обсудили достаточно ли будет увеличение на такой период она говорит да спасибо мы работали на компьютере выполняли практическое задание в другой группе у меня обучается молодой человек сейчас с проблемами по слуху и уже после приема на обучение он пришел в учебный отдел ну как бы обратился с письменным заявлением что при организации учебных занятий просят разрешить сидеть на первой парте да ну то есть чтобы его не пересаживали потому что бывает ситуация когда преподаватель просит как-то да иначе рассесться потому что он читает сгуб то есть он воспринимает информацию визуально об этом были проинформированы преподаватели работающие с этой группой об этом был проинформирован куратор и на сегодняшний момент у нас нету сложностей также в этом случае ну как бы были даны рекомендации преподавателям то есть был проведен внутренний инструктаж о том что когда происходит аттестация когда спрашивают данного студента что необходимо разговаривать ну как бы лицо в лицо да чтобы человек мог понять о чем мы его спрашиваем что мы говорим немного медленнее потому что у каждого из нас ну различный темп подачи информации да и подачи материала и соответственно о том что если студент ну как бы задает дополнительный уточняющий вопрос мы реагируем на это спокойно да это не говорит о том что он нас не слушает или он невнимателен а это говорит о том что возможно мы некорректно его задали и сегодня просим визуально еще ну как бы дублировать этот вопрос то есть если есть возможность записать его на доске либо соответственно если мы работаем ну я вот например работаю там с ноутбуком да часто можно просто визуализировать на экране этот вопрос и таким образом помочь обучающимся вступить в коммуникацию Татьяна если не ответила на вопрос полностью можно подключить микрофончик задать его да или написать ну как-то еще дополнительный запрос Елена да вот вижу еще один вопрос появился в чем отличие понятия профобразования и профобучения ну вот смотрите у нас есть среднее профессиональное образование и есть высшее профессиональное образование то есть это так называемый полный цикл в результате реализации которого мы получаем какую-то специализацию да мы получаем профиль по которому дальше идем реализовать себя в профессию да получаем условно диплом профобучение как правило термин который применяется для повышения наших компетенций для переквалификации для повышения нашей квалификации это углубление в наш профиль но иногда эти термины используют и как взаимозаменяемые ну вот в литературных в каких-то источниках и в разговорной речи некоторые специалисты действительно отождествляют эту терминологию да Анна спасибо огромное настолько полный и ну очень информативный вебинар действительно получился особенно ввиду того что после Нового года да уже многие родители и ребята кто выпускаются озадачатся вопросом поступления уже да то есть будут думать куда направиться да если позвольте я тогда добавлю еще какой момент вот мы со школами такие же даем рекомендации вот мне бы хотелось чтобы в первую очередь конечно же ну у нас есть право выбора выбора образовательной организации но хотелось бы чтобы выбор организации был не просто по принципу вот здесь мне удобнее ближе ехать да или потому что туда принимают да людей с инвалидностью да да или потому что принимают а чтобы выбор был исходя из того действительно какую профессию мы хотим как мы себя видим в будущем да как мы можем себя реализовать если подойти к этому процессу с умом и заблаговременно и ну пройти необходимые может быть самим какие-то курсы да внутри этих организаций понять как там организован процесс обучения заведомо проинформировать подать соответствующий пакет документов вообще проанализировать наличие опыта работы с такими обучающимися да может быть иногда я говорю принести самим в руках какую-то позитивную практику подсказать как правильно для вас организовать этот учебный процесс потому что действительно специалист который ни разу не сталкивался с такой потребностью он и не знает как вот если сейчас взять там преподавателей и вообще методических даже работников среднего профессионального образования и дать им задание разработайте индивидуальный образовательный маршрут поверьте мне 2% это максимальный порог а может быть 0,2 тех кто справится с этой функцией потому что они где-то слышали понимали кто-то обучался кто-то сталкивался даже а все остальные для них это китайская грамота то есть непонятно из чего исходить более того если мы говорим например вот эти универсальные аоп которые применяют для разных нозологий мы сейчас придумаем сборную солянку и на всех ее будем применять чтобы у нас что-то было да неплохо с одной стороны хоть какая-то минимализация может быть будет процесса но скорее всего каждый студент будет сталкиваться со своей определенной сложностью поэтому лучше конечно когда индивидуализация идет под конкретного студента под конкретного обучающегося и не надо этого бояться не надо думать что это какие-то такие серьезные да какие-то инфраструктурные изменения нет действительно иногда это банально дублирование информации на экране это предоставление каких-то альтернативных источников информации вот да это может быть ссылка элементарно на какое-то аудиопособие да допустим которое позволит решить вам проблему организации обучения с таким студентом а родителям быть в контакте то есть не бросать не говорить о том что мой ребенок уже взрослый он может все сам нет на самом деле вот я сама мама 18-летнего подростка могу сказать что не может все сам на каждом этапе лучше немножечко подстраховать уже не проконтролировать но подстраховать и не бояться обращаться в вышестоящие инстанции пока мы с вами не обращаемся никуда пока мы не заявляем о проблеме пока мы не претендуем на то чтобы под нас что-то изменилось этого не произойдет наша проблема это только наша проблема спасибо согласна с вами поддерживаю также по своему опыту как студентка третьего курса могу сказать что хоть у меня и дистанционное обучение у меня вторая группа инвалидности передвигаюсь на коляске но тем не менее у нас формировали группу психологов с нами на связи всех людей с инвалидностью студентов кто обучается сейчас на данный момент в УЗИ у нас в чате порядка 20 человек насколько помню и каждому было письмо о том какие вам нужны дополнительные необходимые средства обучения будь то индивидуальный график или какие-то программы действительно которые либо по зрению либо для слабослышащих люди обычно используют то есть со стороны образовательных организаций тоже работа ведется в эту сторону и действительно нужно идти на контакт полностью с вами согласна да Анна спасибо вам огромное коллеги спасибо вам за вашу обратную связь ваши вопросы и напомню да Анна что всегда можно обратиться на горячую линию к нам даруи перспективы если остаются еще какие-то вопросы вы также можете позвонить получить ответы на них коллеги на этом у отдела инклюзивного образования в этом году вебинары заканчиваются мы благодарим вас что были с нами а мы продолжим в январе в январе следите за анонсами будут вебинары про профориентации как раз таки что актуально для подростков с инвалидностью и их родителей я вам желаю в наступающем новом году всего самого доброго поздравляю вас с наступающими праздниками и пусть все загаданное все мечты и ваши цели все это достигается осуществляется конечно и всего вам самого доброго Анна спасибо вам за вебинар Наталья благодарю вас за помощь и перевод всем хорошего дня отличного и всего самого доброго до новых встреч всего доброго спасибо спасибо